В России завершился четвертый сезон всероссийской акции «Цифровой диктант». Хабаровский край стал лучшим по Дальневосточному федеральному округу и превзошел средний показатель по России. Мероприятие реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путином. Ежегодно в рамках акции определяется уровень цифровой грамотности. Тестирование проходит с 2019 года на одноименной платформе цифровойдиктант.рф. По итогам цифрового диктанта в 2023 году в среднем индекс цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла. Он рассчитывается, исходя из среднего значения результатов по каждому смысловому блоку вопросов диктанта. Задания касались бытовой безопасности, цифрового потребления, цифровых компетенций и развития новых технологий. С результатом 6,46 балла жители нашего региона не только заняли первое место среди дальневосточников, но и превзошли средний показатель по России. А по количеству участников Хабаровский край на восьмой строчке рейтинга в стране. Свои знания в этом году проверили 35 273 дальневосточника. Задачу вывести регион на первое место по уровню цифровой грамотности населения перед нами в 2020 году поставил губернатор края Михаил Владимирович Дегтярев. Уже в 2021 году нам это удалось. Держим планку, отметил первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин. В акции участвовали около 2 миллионов человек. Из них 1,38 миллиона прошли цифровой диктант полностью и получили сертификат цифровой грамотности. Количество участников по сравнению с 2021 годом выросло в полтора раза. Наиболее высокие значения уровня цифровой грамотности у граждан в возрасте 26-35 лет и 36-45 лет. Отличниками диктанта в 2023 году стали 7,7 тысяч человек. Среди участников самыми активными оказались женщины. Их количество составило более 59% от общего числа участников. В этом году участие смогли принять все россияне в возрасте от 10 лет. Вопросы для детской и подростковой возрастных категорий были подобраны Институтом воспитания. Однако попробовать свои силы решились и более юные участники. 1,2% участников младше 10 лет прошли тестирование. В современных условиях вопросы цифровой грамотности имеют принципиально важное значение. Такие общественные инициативы, как цифровой диктант, позволяют участникам оценить уровень осведомленности о новых технологиях, сервисах и способах защиты информации от мошенничества. Цифровая грамотность граждан влияет в том числе и на уровень кибербезопасности в стране в целом. По инициативе президента Владимира Путина создается новый национальный проект «Экономика данных», одним из ключевых направлений которого будет защита данных как персональных, так и организаций. Отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускорение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентноспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Все эти задачи реализуются по поручению президента Российской Федерации. Отметим, что цифровой диктант помогает не только узнать свой уровень цифровых компетенций, но и пройти работу над ошибками, а также сформировать свою личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.